Субтитры создавал DimaTorzok Примерно посередине между Москвой и Волгой на восточной части Восточноевропейской равнины расположилась Республика Мордовия. Это родина народа Мордва, которая в свою очередь делится на два малых народа – Мокша и Эрза. Поэтому и мордовская свадьба – это понятие скорее собирательное. Все-таки традиционные эрзианские и мокшанские свадьбы имеют некоторые различия, но и общего у них тоже немало. Например, у обоих мордовских народов между мужем и женой была приличная разница в возрасте. Как ни странно, со стороны жены. Девушки 25-27 лет выходили за совсем юных мальчишек 12-14 лет. Причины крылись исключительно в бытовой плоскости. Родители девушек пытались их удержать дома как можно дольше, чтобы они помогали им в хозяйстве. А вот родители жениха, напротив, как можно скорее старались женить сына, чтобы к ним в дом пришла еще одна помощница. На сумерство при выборе невесты основное внимание обращалось на имущество и положение семей, трудолюбие и здоровье девушки. Мордовская свадьба – это действительно драма. Многоактная пьеса, сложная композиция с витиеватым сюжетом. Трагические эпизоды, песни, плачи, слезливые обращения к родственникам сменяются мажорными сценами. Безусловно, главные герои – это жених и невеста. Но и ролей второго плана в этом свадебном театре огромное количество. И без репетиций тут не обходилось. Невеста в течение многих вечеров репетирует прощание с родным домом и упрягает родителей за то, что они продают ее. Эпизод первый. Сыватовство. Комическая сцена. Отец жениха берет буханку хлеба, вынимает из нее весь мякиш и наполняет медом. Ночью отец приезжает к дому невесты, оставляет хлеб у дома, стучит в окно и сообщает хозяину о намерении сосватать его дочь. После чего убегает. Если отец девушки догонит его и отдаст буханку хлеба обратно, значит в свадьбе отказано. Если за отцом жениха не гонится или он убегает слишком быстро, то родственники совместно начинают обсуждать условия будущей свадьбы. По окончанию переговоров свата надевают рукавицы и бьют по рукам. Но через неделю после садовца неожиданный поворот сюжета. Наступает запой. Но на самом деле все тоже строго по сценарию. Эта родня жениха заявляется к дому невесте, чтобы перевать и дарить подарки. А вот после уже неделя рыданий невесты. Она прощается с вольной жизнью, громко плачет и причитает. На протяжении всей дозамужней жизни девушка готовила себе приданное. Откала рубахи, вышивала полотенца и платочки. Многое из приданного теперь дарилось родителям жениха. И его родным. А все остальное складывалось в липовый сундук парь, который невеста позже увозила с собой в дом мужа. Накануне свадьбы совершается обряд с кашей. Подружки невесты проносят чугунок пшенной каши над головой самой старшей подружки невесты, чтобы она поскорее вышла замуж. А в некоторых селах невеста вместе со своими подружками уходит во двор и бросает колечко. То есть подружек поймает у той следующей свадьба. Еще перед свадьбой совершали обряд девичья баня. Это когда невеста расплетала косу и смывала всю свою вольную жизнь, а из бани выходила уже с двумя косами. Таким образом можно определить замужную мордовскую женщину по прическе. Магия. В день свадьбы родственницы жениха пекли специальные свадебные пироги. Каждый из них имел свой внешний вид. Для отца невесты, для ее матери, для крестной, для подружек и для близких родственников. И из дома жениха за невестой выезжал свадебный поезд. Вереница телег, причем число пассажиров обязательно должно было быть нечетным. Поезд подъезжает к дому невесты, но двери в дом крепко заперты. Начинается батальная сцена, выкуп невесты, тоже строго по сценарию, обговоренному сватами. После сложного, но благополучного выкупа родители невесты благословляют молодых и везут в церковь венчаться. А после все гости отправляются в дом к жениху, где новобрачных встречают хлебом с солью и обсыпают хмелем. Начинается свадебное застолье. Этот эпизод тянется целых три дня. На второй день муж представляет жену своим умершим предкам. Девушка приносит им в дар одежду, которую впоследствии раздают беднякам. А потом неожиданный поворот событий. Отец забирает молодую невесту к себе в дом на целый месяц. Муж приезжает за женой вместе со своими родителями. И только после него молодая семья может видеться со всеми своими родственниками. Это событие, как и обряд, называется «возвращение отступления». Да, в современном мире, конечно, сыграть такую свадьбу очень сложно. Но все-таки иногда находятся желающие воспроизвести традиционные свадебные обряды Мордовской свадьбы. Аплодисменты. Цветы. Запад. Субтитры создавал DimaTorzok